Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы предложить нашему вниманию отрывок из книги Откровения, 10 главы, с 1 стиха и ниже. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пишись его». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». Данный отрывок, с моей точки зрения, очень уникальный, не только во всей Библии, но и в частности в книге Откровения. Потому что, когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда видим повеление, адресованное Киану, которое звучит так. «Напиши то, напиши это, напиши все». И начиная даже с первой главы книги Откровения, вот этот призыв или вот это настоятельное, скажем, повеление «Запиши, не забудь, не упусти» встречается неоднократно. Например, если мы откроем первую главу, значит, которая начинается с описания переживания Иоанна. Иоанн свидетельствует, что он был в духе в день воскресный, что он имел вот это сверхъестественное, такое драматическое переживание воскресшего Иисуса Христа. И прямо вот начиная с первой главы, так, сейчас я найду, 10 стих первой главы. «Я был в духе в день воскресный», Иоанн пишет, «и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «я есть альфа и омега, первый и последний». И вот прямо с первого же вот этого обращения Иисуса Христа в 11 стихе мы видим следующую фразу. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли в церкви». И вот этот призыв «напиши», ибо это истинные слова Божьи мы встречаем там в конце Откровения. «Напиши, ибо в этом терпение и вера святых» и так далее. Этот призыв «напиши» он транслируется и повторяется неоднократно по всей книге Откровения. Но здесь, в 10 главе, которую мы только что прочитали, исключение. Мы видим исключение, мы видим противоположный призыв, противоположное повеление. Как только Иоанн захотел записать то, что произнесли вот этих семь громов, «Голос, говоривший с Иоанном с небес, сказал обратное. Скрой и не пиши то, что говорили семь громов. Этого не пиши». И может сложиться впечатление, что как будто бы Господь забыл, как будто бы он не учел вот этого момента, да, то, что Иоанн услышит, что скажут семь громов. И случайно, да, скажем так, незапланированно, значит, столкнулся с тем Господь, что «ух ты, оказывается, надо было вот это-то не показывать Иоанну». Может сложиться такое впечатление, что как будто бы Господь не учел вот этого откровения. Но я думаю, здесь все это сделано намеренно, для того, чтобы мы с вами задумались, для того, чтобы мы с вами какие-то уроки из этого извлекли. Итак, уникальный момент мы видим. Значит, все, что мы видели до этого момента, запиши. Все, что мы видим после этого момента, тоже запиши. А вот этих слов, которые произнесли семь громов, не пиши, но скрой. Скрой это. Тема моей сегодняшней проповеди – тайна семи громов. Тайна семи громов. Сразу хочу предупредить, что мы, конечно же, не раскроем содержание того, что сказали семь громов. Содержание этой тайны мы не раскроем. Писание не дает нам этого права. Недавно я на одном из интернет-форумов христианских наткнулся на свидетельство одной сестры, которая утверждала, что ей раскрыта эта тайна. И раскрыто содержание того, что произнесли вот эти семь громов. Когда я почитал ее откровения этой сестры относительно содержания послания семи громов, конечно, я был и огорчен, с одной стороны, ну и немножко рассмешило меня это послание, потому что она утверждала, эта сестра, что каждый из этих семи громов убивал какую-то женщину. Ну там и Изавель, еще каких-то она приводила. Я уже там до конца не дочитал, потому что понятно, что это, ну какая-то, ну такая, мягко говоря, ошибка, да, или заблуждение, а если говорить жестко, то, ну, конечно же, это ересь. Мы не раскроем этой тайны, нам не дано этого. Если Иоанну не было дано право записать то, что он услышал от этих семи громов, то тем более нам с вами, ученикам последнего времени, которые не удостаивались такой участи, да, или чести записать книгу откровения, тем более нам, конечно, не дано знать эту тайну. Вообще, конечно, Иоанн удостоился не только чести написать книгу откровения, а он удостоился чести услышать, что сказали эти семь громов. Это единственный человек в истории, не только христианства, а вообще всего, скажем так, периода общения Бога с людьми, который узнал содержание того, что сказали эти семь громов. Больше никто ни до него, ни после него не знал, что они сказали. И мы сегодня тоже не узнаем. Мы сегодня не раскроем содержание, содержание послания семьи громов. Но мы поговорим о той характеристике, да, или о том настроении, которое эта тайна в себе несет, о той направленности, которую эта тайна имеет. Вот об этом мы можем поговорить, потому что, с моей точки зрения, мы здесь это можем проследить и увидеть. Содержание нет, а о характеристике, о направлении этого послания, да, этой тайны семьи громов мы можем поговорить, потому что, с моей точки зрения, это здесь просматривается. Это здесь просматривается. Итак, тайна семи громов. Давайте мы с вами вообще поговорим о таком явлении, как гром. Вот, что из себя представляет гром? Гром – это звук, который приходит благодаря молнии. То есть, без молнии грома не бывает. Сначала происходит молния, потом до нас доносится звук грома. То есть, гром – это звуковая волна, фактически, которая высвобождается благодаря разряду электрическому. То есть, есть электрический разряд, который, значит, является источником вот этого звука мощного. Таким образом, мы должны подумать или порассуждать над тем, какие разряды, да, произошли духовные. Конечно же, это духовные разряды, это не физические. Но само понятие грома, оно предполагает наличие какого-то разряда. То есть, вот, есть две заряженные области, какие-то, да, физические, между которыми проскакивает вот эта электрическая дуга или электрическая искра. И в зависимости от того, какой мощности, разность потенциалов между этими областями, заряженными, противоположно, значит, мы получаем либо более, скажем так, ну, сильный разряд, да, более интенсивный разряд, либо менее интенсивный. Ну, и, соответственно, звук. То есть, бывает это просто щелчок. Возможно, сегодня, когда на дворе мороз, вот у нас здесь в Западной Сибири морозы стоят, мы часто испытываем явление, сталкиваемся с явлением статического электричества. То есть, мы ходим в шерстяных носках, пользуемся там шерстяной одеждой, да, либо укрываемся какими-то пледами, либо надеваем какие-то куртки и так далее. И постоянно мы сталкиваемся с явлением разряда статического электричества. То есть, трение, трение вот этих шерстяных, ну, или других каких-то войлочных материалов относительно друг друга создает разность потенциалов, создает области с разным количеством заряженных частиц, да, там, и между ними проскакивает разряд. Мы прикасаемся там пальцем к металлическим каким-то поверхностям, и происходит электрический разряд, порой неприятный, ну, а это, может быть, мелкие щелчки какие-то. Конечно, если мы говорим о каких-то промышленных объемах, да, заряда электрического, то эти звуки или эти разряды и звуки, соответственно, генерируемые такими разрядами, будут намного мощнее, намного интенсивнее. Вот я недавно смотрел ролик у себя на работе, ну, по ходу или по долгу своей службы, да, у себя на работе я транслирую ролики своим студентам, слушателям. И вот у меня есть один ролик, который показывает, как производится, значит, от соединения и присоединения таких проводников большого сечения под напряжением. То есть ролик, демонстрирующий то, каким образом выполняются работы под напряжением. Это, конечно, не всегда происходит, это происходит в исключительных случаях, то есть когда невозможно произвести работы со снятием напряжения, значит, иногда в особых каких-то таких исключительных случаях, это происходит под напряжением, под высоким напряжением, да, там 0,4 кВт или другие напряжения. Так вот, в этом ролике, там, по-моему, 10 кВт, но дуга, в общем, такая нехилая, да, дуга интенсивная и, соответственно, звук мощный, то есть мини-молния, да, или мини-гром, мини-раскаты грома такие, громкие, значит, такие разряды происходят, мощные. Ну, а когда это молния, да, вот наша молния, которую мы можем видеть в природе, это еще более мощно. Я видел также кадры, когда происходит извержение вулкана, и вот этот пепел, да, или вот эти продукты, извергаемые из жерла вулкана, они высвобождаясь, трутся друг от друга, трутся о слои воздуха, через которые проходят эти продукты, и, видимо, возникает какая-то разность потенциалов, большая, и всегда при извержении вулкана мы можем наблюдать тоже проскакивающие вот эти мощные, значит, разряды между различными слоями заряженных частиц. Так вот, молния, природная молния, вулканическая или молния, которая сопровождает выпадение дождя, она всегда, ну, достаточно мощная, и примеров масса того, как это может происходить. Другими словами, гром – это всегда следствие или результат какого-то разряда, какого-то, значит, соединения, значит, областей с разнополярным зарядом. И если переводить это на духовные рельсы, очевидно, что вот этот гром, который мы здесь видим в 10 главе книги Откровения, это следствие какого-то духовного разряда, это следствие какого-то высвобождения Божьей энергии, да, которая, значит, накоплена, оказалась накоплена. Интересно здесь также то, что эти громы говорят, дорогие друзья, эти громы говорят. Вот когда мы смотрим в книгу Откровения и попытаемся понаблюдать, да, или исследовать, кто говорит в книге Откровения, то это всегда какие-то одушевленные существа. Это либо какие-то животные, либо ангелы, либо сам Господь, либо люди, либо звери, да, там какие-нибудь звери, выходящие из моря, либо звери, выходящие из земли, то есть это какие-то одушевленные существа. Да, эти существа могут быть духовные, могут быть нематериальными, они могут быть какими-то, ну, такими, ну, почти что сказочными, но это всегда одушевленные существа. Мы не видим, чтобы в книге Откровения говорили какие-то, ну, там, скажем, камни, да, там. Помните, как Иисус сказал однажды, если вот эти ученики умолкнут, да, или вот эти встречающие меня, въезжающего в Иерусалим люди умолкнут, то камни возопьют. Помните, евангельский такой эпизод был? Камни возопьют. Так вот здесь в книге Откровения мы не видим, чтобы вопили какие-то камни, чтобы вопила там земля и так далее, там море, чтобы что-то говорило, да, но вот здесь единственный уникальный случай вот с этой точки зрения данное место Священного Писания тоже уникально. Мы видим здесь, что громы говорят. Больше вы нигде этого не увидите, чтобы именно громы говорили какими-то голосами, сообщали бы какую-то информацию полезную. Гром обычно не сообщает никакой полезной информации, это просто звук разряда, какой-то, ну, бабах, грубо говоря, да, он не говорит, не несет какой-то информации, да, полезной, он просто сообщает о том, что произошел разряд, все. Здесь же мы видим сообщение какой-то информации, которую Иоанну было велено скрыть. И вот здесь уникальное, конечно, событие. Больше вы нигде этого не увидите во всей книге Откровения, ну, и, возможно, во всей Библии, я про Библию не буду сейчас говорить, но в книге Откровения уж точно. Все, кто говорят или каким-либо образом озвучивают какую-либо информацию в книге Откровения, это всегда одушевленные существа. А здесь мы видим громы. Другой парадокс, обратите, пожалуйста, внимание, что вот этим громом предшествует возглас ангела. Ну, давайте прочитаем это еще раз. Значит, Откровение, 10 глава, 3 стих. И воскликнул громким голосом, ангел, воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Скажите, пожалуйста, рык льва, он несет в себе какую-то полезную информацию? Мы знаем, что нет. То есть рык льва – это просто звук, животный звук, который предваряет нападение или угрозу какую-то несет, сообщает о присутствии льва в каком-либо месте. Но он не несет какой-то полезной информации. То есть каких-то слов внутри себя этот рык не содержит. Хотя, ну, есть мнение, что там животные говорят, но это, конечно же, очень маловероятно для таких животных, как лев. Может быть, дельфины там какие-то сигналы сообщают друг другу, но лев там вряд ли. То есть его рык просто сигнализирует или свидетельствует о наличии недалеко поблизости этого самого льва. И вот интересно, что одушевленное разумное существо, а именно ангел, здесь не говорит никакой информации, он просто рык, рык льва. То есть голос этого ангела или возглас восклицания этого ангела в данный момент, в данный конкретный момент, не несет какой-то информации. Позже этот же самый ангел будет говорить какую-то информацию. Но в данный момент он никакой информации не сообщает. Он просто «хей» там или, ну, не знаю, каким образом этот возглас прозвучал. Просто какой-то рык, да, рык льва, как здесь написано. Сигнал какой-то, подается какой-то сигнал. И вот по этому сигналу, когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Они как будто здесь поменялись. То есть одушевленное существо ничего не говорит, а неодушевленные явления природы, да, ну, духовного порядка, да, понятно, что это не обычные молнии, необычные громы, они что-то говорят, сообщают какую-то информацию. Вот интересно, парадокс такой. Помните, опять же, возвращаясь к тому эпизоду, где Иисус говорит, что если вот эти вот встречающие меня люди умолкнут, то камни возопьют, то здесь наоборот. Как раз одушевленные существа не сообщают никакой информации, а явления природы, да, природного характера события сообщают информацию. То есть уникальное такое место, притягивающее наше внимание, возможно, да, вот, по крайней мере, я перечитывал, когда этот эпизод, я вдруг увидел это, я вдруг обратил внимание, что здесь уникально, здесь все необычно, и хочется об этом порассуждать. Что это за тайна семьи громов? Она уникальна, она связана с чем-то, она имеет какую-то характеристику. Содержание этой тайны мы не раскроем, это нам не дано, и я не пытаюсь внедряться в то, что сокрыто. Я пытаюсь поговорить о просто характерных чертах этой тайны, с чем она связана, на что она направлена, эта тайна. И если мы посмотрим на то, какое далее у нас идет содержание, то мы видим, что ангел, которого я видел, пятый стих, вот этот же самый ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки и веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. И вот когда я посмотрел оригинал вот этого высказывания, времени уже не будет, то речь идет о том, что не будет более промедления, не будет более промежутка, который Бог будет еще выжидать и каким-то образом делать отсрочку к каким-то событиям. То есть можно эту фразу времени уже не будет воспринимать, как будто бы речь идет о вечности. Мы знаем, что в вечности, когда наступит вечность, там времени в том виде, в котором мы его сегодня знаем, вот в этом хронологическом течении событий, ну, уже не будет. Но здесь речь идет не просто о вечности, здесь речь идет о том, что не будет более отсрочки, не будет более промедления, да, каким-то событием. Каким? Времени уже не будет. И далее в 7 стихе. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». Еще раз. «Клялся живущим во веки веков, вот этот ангел, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, то есть после седьмой трубы, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». И вот если мы посмотрим то, о чем говорят многие пророки Ветхого Завета, то мы увидим, что достаточно много пророчеств мы там видим о тысячелетнем царстве, о наступлении, ну назовем это так, таким светским словом, наступлении золотого века, да, когда сама природа, она не будет агрессивной, когда лев будет есть траву, как вол, когда ребенок прострет свою руку на аспида и будет играть со змеей, то есть время такого благоденствия, время земного правления Мессии. И таким образом мы можем заключить, что само содержание тайны мы не знаем, само содержание вот того, что произнесли всем громов, мы не знаем, но мы видим, что речь идет о тысячелетнем царстве, речь идет о наступлении новой эры, то, о чем Господь от века рабам своим пророкам в тех или иных прообразах, в тех или иных намеках сообщал. Поэтому, когда мы говорим о характеристике этой тайны, не о содержании, а о характеристике, то вот то, что произнесли семь громов, это каким-то образом говорит нам о втором пришествии Иисуса Христа, дорогие друзья. Это говорит каким-то образом о восхищении церкви и о наступлении тысячелетнего царства. Вот о чем говорили эти семь громов. Что именно они говорили, мы не знаем, но вот в этом направлении, я думаю, звучали слова. И это согласуется с тем, что Иисус Христос сказал в Евангелии, что о времени же и о часе моего пришествия никто не знает. Не сын человеческий, а только мой отец. И возможно, возможно, Иоанн был удостоен этой чести, каким-то образом получить какую-то информацию. Поэтому это и было запрещено разглашать и записывать. Я думаю, что об этом возможно. Но во всяком случае, во всяком случае, направление контекста, который мы здесь видим, он говорит о втором пришествии Иисуса Христа и о восхищении церкви. И вот седьмая труба, что она открывает, седьмая труба в книге Откровения? Мы с вами знаем, седьмая труба знаменует начало излияния семи чаш гнева. Аминь. То есть мы знаем, что седьмая труба, она высвобождает излияние семи чаш гнева, которым оканчивалась ярость Божья. В послании фессалоникийцам, по-моему, в первом, да и во втором тоже мы можем это проследить, Павел четко заявляет относительно второго пришествия Иисуса Христа и нашем собрании к нему ту истину, что мы определены не на гнев. А седьмая труба, как мы сказали, знаменует излияние семи чаш гнева Божьего. О чем это говорит? Это говорит о том, что после седьмой трубы, где-то вот в районе после седьмой трубы, очень скоро должно как раз таки и произойти второе пришествие Иисуса Христа и восхищение церкви. То есть ответом на вопрос, когда нам следует ожидать восхищение церкви, возможно, я подчеркиваю, возможно, я не утверждаю, потому что мы никто не знаем ни дня, ни часа, но очень на то похоже, как раз таки и произойдет восхищение церкви после седьмой трубы. То есть седьмая труба будет знамением, да, или, скажем так, спусковым крючком, сигналом к тому, чтобы началось событие второго пришествия Иисуса Христа и восхищение церкви. И мы это можем увидеть в том или ином виде в том же послании фессалоникийцам. При последней трубе, помните, при гласе архангела и трубе, при последней трубе будет, значит, пришествие Иисуса Христа на облаке и нашем с вами собрании к нему. Поэтому, говоря о том, а какая характеристика этой тайны, не содержание, а характеристика, о чем эта тайна семи громов может говорить, она как раз таки может и говорить о втором пришествии Иисуса Христа и нашем с вами восхищении. И поэтому мы видим здесь, что это такая глубокая тайна, которая сродни, да, или подобна высвобождению какой-то Божьей энергии. Вот этот разряд происходит. И вот эта энергия, она в духовном мире звучит громоподобно. И эти громы, они, как, как знаете, вот, как я это могу охарактеризовать, как будто бы, как будто бы что-то накапливалось. Вот заряд, он должен накапливаться. Понимаете, вот идет накопление заряда. Вообще, духовный принцип накопления и высвобождения мы можем проследить на протяжении всей Библии. Еще раз, духовный принцип накопления и высвобождения мы можем проследить во всей Библии. Например, когда мы видим во времена патриархов, Господь говорит с Авраамом, по-моему, он сообщает ему, что мера беззаконий Амареев или чаша беззаконий Амареев, я не помню, по-моему, мера беззаконий Амареев еще не наполнилась. Мы видим здесь принцип наполнения накопления беззакония. Вот беззаконие, оно накапливается, 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 и потом, бах, происходит какое-то высвобождение какого-то Божьего суда, Божьего определения. То есть, этот принцип здесь вот в примере с беззакониями Амареев, он в негативном плане демонстрируется, да, или мы можем проследить. А здесь мы видим тоже есть какое-то накопление, накапливался какой-то заряд, вот в книге Откровения, какой-то духовный заряд накапливался, 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 и потом, бах, и высвободился. И очевидно, что этот духовный заряд, это Божий заряд, это что-то относящееся к Богу, потому что число 7, число Божьей полноты, оно здесь об этом как раз и говорит. То есть, шло накопление какого-то, ну, такого духовного заряда, назовем его так. Другой пример, здесь же в книге Откровения мы можем увидеть, значит, молитвы святых берутся ангелом и возлагаются на жертвенник и воскуряются к Божьему присутствию. Вопрос, почему эти молитвы не были сразу же донесены до Божьего присутствия? Ответ, потому что нужно было накопить эти молитвы. То есть, шло накопление этих молитв. И вот, когда должное количество этих молитв было собрано, они были положены на жертвенник и в виде фимиама были воскурены пред Богом и произошло опять что-то. Здесь же в книге Откровения произошли опять какие-то события. Вы можете это сами прочитать, проследить. То есть, принцип накопления чего-либо мы в Писании прослеживаем. Мы его видим. Либо это беззаконие амореев, либо это молитвы святых. Другой пример тоже, по-моему, из Послания к римлянам сказано, что когда войдет полное число язычников, помните, когда войдет полное число язычников, тогда Бог предпримет очередные какие-то действия эпохальные, глобальные. Идет накопление определенного числа язычников, дорогие друзья. Может быть, это звучит грозно, звучит тревожно и, ну, как бы не совсем приятно. То есть, есть определенное число язычников. Может быть, это кому-то не понравится, это не совсем ласкает наш слух. То есть, Бог, Он не бесконечно будет терпеть. Вот. Он не бесконечно будет ждать. Он не бесконечно будет копить что-то. Всегда есть чему-то предел. И вот этот принцип накопления и высвобождения мы видим многократно во многих, так сказать, аспектах и направлениях. Это касается и меры беззаконий амореев, это касается и полного числа язычников, это касается и молитв святых. Оказывается, дорогие друзья, и это может быть не совсем приятно нам слышать, но это истина, оказывается, что не всегда наши молитвы напрямую, знаете, сразу получают свой ответ. Иногда наши молитвы используются Богом для того, чтобы произвести какие-то действия, какие-то его суды, какие-то его определения высвободить, не сразу, а со временем, когда накопится определенное количество этих молитв. Иногда наши с вами молитвенные усилия, они направляемы не на то, чтобы устроить нашу с вами жизнь, не на то, чтобы моментально разрешить какие-то вопросы, мучающие нас. Иногда наши молитвенные усилия накапливаются как в аккумуляторе, как заряд, знаете, вот в аккумуляторе накапливается, так и наши молитвы. Иногда Бог использует часть наших молитв. Мы молимся духом, мы молимся с воздыханиями незреченными, мы молимся на иных языках, и вот эти непонятные, может быть, высказывания, которые мы не знаем, о чем мы молимся даже, Бог использует для того, чтобы накопить и для того, чтобы потом высвободить для своих планов, намерений и определений. И это может быть нам неприятно, нам хочется, чтобы каждая наша молитва тут же незамедлительно имела действие и получала какой-то ответ. А не всегда так бывает. Бог вправе, Бог вправе, смиряя нас, где-то держа в неведении, держа в неведении, использовать нашу молитву для каких-то своих целей, глобальных, может быть, каких-то, которых мы не видим своим ограниченным взором. Понимаете, как устроена вообще духовная действительность. Так вот, принцип накопления и высвобождения мы можем проследить во многих аспектах. И вот здесь, в нашем отрывке, в 10 главе книги Откровения, мы тоже видим этот принцип. Мы тоже видим, что произошло накопление и высвободилось вот это определение Божье относительно второго пришествия Иисуса Христа и нашего с вами восхищения к Нему. И знаете, о чем мне это говорит? О том, что Бог, Бог со своей стороны тоже ждет этого события. Вот это Его любовь, вот это Его стремление встретиться с нами, вот это Его томление, томление по вот этому событию встречи с нами, оно с Его стороны интенсивно и могущественно. Нам с вами кажется, что это мы томимся, это мы значит страдаем тут без Господа, устранены от Него, ожидаем Его пришествия, оно все затягивается, затягивается, так Бог тоже страдает, дорогие друзья, Бог тоже томится, безмерно нас любя, наш небесный жених тоже ждет этой встречи. Вот о чем мне говорит это местописание, вот о чем эта тайна семи громов, Бог томится по нам, Он накапливает вот эту энергию своей любви, знаете, мы хотим, чтобы нам все сразу было дано, а Бог премудрый в своем суверенном праве, Он ждет тоже и тоже томится, и это тайно, это непонятно, почему всемогущий суверенный Бог не может положить всем нашим страданиям в одночасье конец и прийти, наконец-то навести свой божественный порядок, это тайно, не можем мы этого постичь до конца, и Бог суверенный любое свое пророческое откровение, вот, интересное тоже наблюдение и мысль сегодня, любое свое пророческое откровение Господь всегда высвобождает частично, даже вот этот Иоанн, который был, значит, казалось бы, безмерно удостоен чести великого откровения, которого никто из людей никогда и нигде не был удостоен, даже он был ограничен в этом откровении и не было ему позволено всего нам рассказать, вот, казалось бы, книга откровения уж куда дальше, уж куда больше, уж куда пространней и шире, значит, показывает Божий план, раскрывает, но есть участок, вот этот маленький участок, который все равно не позволено нам с вами донести, то есть, у любого Божьего откровения мы лишь частично, мы лишь отчасти пророчествуем и отчасти видим, какие бы мы не были великими, какими мы не были бы помазанными, мы всегда видим частично, пророчествуем частично и видим гадательно сквозь тусклое стекло, но Иоанн, конечно, человек исключительный, и все же, даже несмотря на эту исключительность, он видел в какой-то степени все равно частично, все равно Бог сегодня открыл, вот в своей мудрости, в своем суверенном таком праве Бог всего до конца не открывает, и в то же самое время мы видим характеристика этой тайны, мы не знаем ее содержание, еще раз повторяю, но ее характеристика, она характеризуется, эта тайна Божьей любовью, безмерной, огромной Божьей любовью, вот этим его томлением, вот этим его желанием встретиться с нами, наконец-то воссоединиться с нами полностью, во всех смыслах, не только в духовном, но и физическом, вот это его томление мы здесь прослеживаем, и когда я читаю эти строки из книги Откровения, я вижу, как мой небесный жених ожидает, ожидает этого часа, не только я здесь томлюсь, не только дух и невеста говорят приди, он сам там говорит, хочу прийти, и ты спросишь, так что мешает, тайна, непонятно, что мешает, не знаем, но в этом мудрость, провидение и суверенное право нашего любящего небесного Отца. Поэтому Господь хочет встречи с нами, Господь томится по этой встрече с нами, но нам нужно набраться терпения, нам нужно пребывать в молитве, ожидании, в вере и полном, скажем, удовлетворении его любовью. Вот главная мысль. То, о чем мне говорит это местописание, то, к чему побуждает меня рассуждение над этой тайной семи громов. Доверять Божьей любви, пребывать в Божьей любви, пребывать в молитве духом, сохраняя себя в любви Божьей, как апостол Иуда написал. Вот о чем меня наставляет данное место Священного Писания. Содержание голосов этих семи громов, мы узнаем об этом в вечности. Слава Богу, мы узнаем об этом, обязательно узнаем. Но я думаю, что эти семь громов, раскрывая вот эту полноту Божьей любви, бесконечной, которую мы не можем понять своим человеческим умом, они с каких-то сторон, с каких-то граней характеризовали вот эту Божью любовь и раскрывали ее. Эта любовь и строгая, она и нежная, эта любовь, она и тихая, она и кроткая, она может быть и бурной. То есть, вот это число семь, оно говорит о разнообразии, о разноплановости, да, или, скажем так, многоразличности Божьей любви. и она высвобождается могущественно и высвободится. Очень скоро, я верю, он определил нас не на гнев, он хочет, чтобы в определенный момент, когда прозвучит вот эта последняя труба и произойдет восхищение, мы все были готовы, мы все были в том состоянии невесты, которая томится по своему жениху, который его ожидает, которая доверяется его любви, которая доверяется мудрости небесного отца, который назначает вот эти времена и сроки в своей власти их содержит и в то же самое время безмерно нас любит. В этом его мудрость, которой мы сегодня возможно не можем постичь. Зачем медлить, зачем тянуть, зачем еще отсрочку делать, но этот ангел он клялся и сказал уже не будет. Уже не будет промедления, уже не будет никаких отсрочек, но когда прозвучит седьмая труба, все совершится. Поэтому да благословит нас Господь доверять любви Божьей, доверять его мудрости, не роптать, не разочаровываться и не расстраиваться, что мы видим какое-то промедление. Просто доверять его любви. Пусть эти семь громов они сегодня нас ободряют, они сегодня нас укрепляют, они сегодня нас устремляют к сердцу нашего любящего, мудрого и суверенного небесного Отца. Да благословит нас всех Господь. До новых встреч, до новых видео с Господом. субтитры, н мудрого и